добрый день уважаемые зрители канала левого фронта у нас в гостях сегодня уважаемый человек доктор исторических наук политолог валерий соловей здравствуйте очень рада вас видеть нашей студии вы человек очень интересные многогранные с удовольствием всегда смотрю ваши интервью выступления сейчас в россии происходит очень интересные события ну как всегда конечно сейчас на мой взгляд особенно и хотелось с вами поговорить о последних политических процессах протесты выборы что нас ждет дальше ваш анализ услышать это я думаю будет очень интересно всем зрителям и левых взглядов и других взглядов мы тут никак не делись безо взглядов тоже и даже безо взглядов да потому что сегодня интернет пространство такое что там уже сложно понять то с какими взглядами прекрасно пусть все цветы расцветают давайте начнем самого такого острова актуального конечно еще свежи в памяти протесты москве летом июль август отчасти сентябрь связаны с выбором мосгордуму некоторые отголоски были по другим городам не так сильно все-таки это разрослось общепризнанная сегодня среди многих аналитиков там экспертов версия событий такова что там силовики одна из вашим кремля наехали на либералов лице собянина и прочее но я упрощаюсь здесь вот так рассказывает картину либералы значит огорчились обиделись включились все мощности огрызнулись потом они как-то там все вопросы порешали или не все но в общем пока некий баланс сохранился и протесты притихли лидеры таскать получили свои дивиденды политические или еще какие-то люди к сожалению некоторые сели в тюрьмы надо их сейчас спасать выручать вот на ваш взгляд близко к истине такая трактовка или это вообще фантазии вот ваш анализ этих событий в чем природа кто как себя вел и итоги как вы оцениваете чью пользу власти оппозиции или там поровну понятно во первых спасибо за приглашение сергей рад возможности с вами поговорить потому что мы шапочно знакомы мы ни разу не беседовали тем более под запись что касается вашего вопроса с моей точки зрения то что мы наблюдали в москве и в гораздо гораздо меньшей степени в некоторых других городах классические политики кризиса но локального масштаба хотя москву трудно назвать локальным явлением но сравнение с россией согласимся что локально что означает плечки кризис это когда власть не способна управлять прежними средствами и она сталкивается с неожиданными для себя массовой реакции и вынуждена прибегать к открытому откровенному носил и почему это произошло значит что является подоплекой не было там никакой хитро задуманной игры не было столкновения башен кремля я бы сказал что здесь вполне применим марксистский анализ уж политэкономическим подоплеку этого явления она очевидна чем она состоит бюджет москвы составляет 33 миллиарда долларов 33 мосгордума имеет определенный доступ к выяснению того как этот бюджет расходуется кем он расходуется не мосгордума он расходуется чиновниками московской мари и для них принципиально важно чтобы никто расходование не контролировал никто не имел доступа ну потому что свои это есть свои их мнение в расчет не берет но это не контроль это и не контроль это просто фиг девающих и поэтому изначально я могу сказать и совершенно точно изначально московский выбор находились в единии исключительно московской мере изначально была взята установка никого из чужаков мы близко к этой кормушке не подходит никого то есть цена вопроса 33 миллиарда долларов значит реакция оказалась непредвиденной людям надоело в конце концов что над ними издеваются вот вели там в пункт сложнейшие правила регистрации надо собрать сжатые сроки там определенное количество огромное на самом деле около пяти тысяч подписей причем по строгим очень меркам летом это раконовский ужас как собрались многие же собрали говорит нет ребят а все равно вас здесь не стояло это вызвало естественное возмущение тем более что в процессе участвую великое множество волонтеров и люди помогали и как им говорят теперь а в это не вашим подписи или вы подписи не ставили это стало основой возмущениями то есть это такой моральный протест сами знаете что не наезд обычно когда этот моральный протест начался произошла следующая вещь я думаю что случайно может быть в качестве шутки кто-то к зданию мосгоизбиркома принес палатку и после этого там началось побольше потому что для силовиков палатка это явный признак того что они готовят майдан и ситуация в москве была оценена как чреватая революция после раздеправления были переданы силовикам патрушев бастрыкин борта они значит стали предотвращать майдан ну как у нас предотвращать надо всех бить вышли люди без разбору без отчета себе в том что у них вообще вполне справедливые требования что ведут они себя отнюдь не разнуздано абсолютно по-вегетариански знаете это очень похоже на революцию было там германии в восемнадцатом году как правила движения соблюдались и переходили к улицу только там где пешеходные ну очень культурно на самом деле да никакого экстремизма там и близко какой экстремизм никаких волнений никаких беспорядков это не беспорядок стали бить их стали бить появились арестованы значит следующий акт марлезонского балета части элиты так все не нравится она считает что это чересчур это чревато серьезными проблемами появляется интерьер чемизова и тут же самое чемизов вместе с значит с собянином они попадают на прием к путину и говорят вадим владимирович вот тут обвиняет Егора Жукова в том-то и в том-то тут посмотрите на кадрах это не он ну да действительно не он но поскольку вы помните органы у нас никогда не ошибаются вы сами к сожалению это слишком хорошо знать в своем примере знаю поэтому значит Егора Жукова мы выпустить не выпустим ну какое-то послабление дадим дальше разворачивать ситуацию следующим образом наш власть наблюдают за динамикой она идет навстречу то есть какую-то потачку дает там Митрохина снова регистрирует матч проходят выборы и вот здесь очень интересно какой итог выборов итог выборов в целом власть оценила по стране в общем национальном разрезе как для себя выигрыш все губернаторы победили в первом туре ну да где-то власть упустила законодательные собрания в хабаровском крае еще где-то в отличие от прошлого года гораздо спокойнее для них потом подумали почесали затылок и решили в Москве мы тоже победили в Москве мы тоже победили это вот принято считать победе оппозиция говорит мне мы это мы победили уже организовали умное голосование значит Навальный ЦИГ в актив записал вообще КПРФ 13 депутатов вместо 4 тоже ЛДПР проигравший стороной яблоко выиграла справедливая Россия Навальный выиграл все выиграли а власть смотрит протесты пошли на убыль что было в общем естественно поскольку повестка себя исчерпала и значит решили что раз протесты идут на убыль давай-ка мы людей запугаем давайте-ка мы повторим что-то вроде там болотного дела недоброй памяти потому что единственный метод который они знают поскольку пропаганда работать уже перестала пряников нет это значит допугивать но что очень важно это очень важно нам с вами иметь ввиду нашим зрителям вообще всем кто политика интересуется даже тем кто не интересуется ситуация оценивается в целом как чреватая общенациональным кризисом как чреватая массовыми волнениями в общенациональном масштабе именно так по подчеркиваю и на этот случай предусмотрены меры превентивные разработан план в зависимости от степени угрозы максимальная степень угрозы значит это введение в рамках страны чрезвычайного положения если это региональная угроза значит в региональном разрезе будет она вводиться арест всех лидеров оппозиции чем это не арест это интернирование то есть это заключение под стражу без предъявления каких-либо обвинений значит всех лидеров несистемная позиция что очень характерно ли региональных лидеров компартии нет центральное руководство именно региональных лидеров которые ближе к земле считают что они гораздо более даже компартии хотят завтра до ваша информация да я могу с уверенностью к счетам достоверно это в планах это в планах и отключение во всех вариантах они там зависимости от масштаба угрозы отключения или ограничения социальных сетей вот это я считаю что самое слабое место плана я же не говорю о том что и массовой репрессии это защитить не удастся в силу тех или иных обстоятельств в первую очередь разболтанности нашей государственной машины репрессивной а вот если попробуют еще отключать социальные сети это как раз ровно то что надо для того чтобы кризис приобрел поистине общенациональный размах и другим но учитывая вовлеченность соцсети сегодня всех слоев первую очередь молодежь но и другие возраста тоже активно там присутствует конечно будет вызов валерия с интересом ваш анализ послушал во многом согласен потому что многие у нас увлекаются конспирологии я еще вам будут не в августе на эхо москвы по мне туда спрашивали я примерно так же анализировал то есть это не какая-то там спецоперация это действие московской мэрии по накатаны как прошлые выборы они не учли или закрыли глаза на изменившуюся обстановку по надеялись что с работой как тогда так и сейчас кого не надо мы осечем да может быть какие-то нюансы мы не знаем но в целом я думаю картина именно такая не ожидали именно такой реакции а потом пошли уже неадекватные меры реагирования что-то усугубило ситуацию поэтому я думаю что конечно здесь первая причина в них они виновники они это сами все разрушили заварили спичку бросили подожгли поэтому винить им надо только самих себя вот москве конечно сказать что они выигрыш и но это очень надо быть большими фантазерами конечно оппозиция хоть можно там умеренные но все равно это оппозиции все равно она будет я даже первый месяц сейчас вижу работы так или иначе раньше было два-три реальных депутатов кому можно было пойти хоть какой-то проблемой вот местного уровня к настройка незаконно или что-то сейчас их 13 но плюс-минус но все равно на десяток точно наберется таких кто будет ходить на сходы на всякие там протесты будет немножко власть держать напряжение то есть я бы не сказал что это для мэрии идеальный вариант конечно конечно это уже компромиссный вариант это уже кому это гораздо хуже того на что они рассчитаны гораздо но это все-таки не проигрыш экстратибически самое интересное на мой взгляд не хочется конечно им чего-то подсказывать если бы они действовали более гибко и из этой вот массы независимых кандидатов некоторых зарегистрировали отобрали бы доверял распасу некоторые да потом уже в процессе избирательной кампании верно их попытаюсь укатать к милина способ совершенно верно не было бы такой консолидации все протестная общественность в большинство скажем так это колоссальная ошибка с их стороны ну пусть они уже сами разгребаются дальше еще вот вы вскользь сказали по поводу того что протесты ожидаемо сошли по массовости да ну спад произошел вот меня это всегда немножко не то что удивляло как-то напрягала и озадачивала как и в 2012 году когда были мощные протесты даже побольше чем сейчас и по регионам были более развита они когда включили власти репрессии вот по логике психологического если подходить такого компонента если есть некое сообщество вот наши оппозиционные есть по идее должен срабатывать принцип наших бьют узнать и наши бьют вы солидарных кричат и наоборот народ еще больше колеса побежали наших спасать защищать почему-то вот я не знаю что то это может психологии нашей народной или в чем здесь или так репрессии действительно действует вот ваш анализ почему солидарность не в том объеме проявляется и спасти людей по полной программе от этих посадок конечно незаконных пока не удается как тогда не удалось так и сейчас в том что власть она довольно умело сочетает то что иногда воспринимается как либерализм хотя конечно никакого либерализма там помене нет сама делает вид что она готова кого-то отпустить то есть там крокодил условно разжимает свои челюсти говорят кому-то устинова ну сбавили некого срок сбавили кого-то отпустили на домашний арест люди расслабились чуть-чуть да из-за этого второе что очень важно любая солидарность это работа для того чтобы она поддерживалась надо об этом говорить надо предпринимать какие-то усилия надо это ставить в повестку а по тем или иным причинам это в центре повестки не оказалось вот обратите внимание последний митинг который был на сахарова да но ведь не предшествовала медийная кампания хотя оппозиция была такая возможность даже там у тех выступал на митинге кто его организовал них в аккаунтах столько подписчиков значит если вы просто об этом начнете говорить то люди придут и в этом смысле прав допустим шандеровича понимать что это фамилия вряд ли популярна у зрителей вашего канала он абсолютно прав что если бы на митинг пришло не 20000 а 60 и власть бы пришла к выводу что протестные настроения не снижаются она бы вела себя иначе она очень внимательно наблюдает за динамикой то есть если оппозиция не способна то во многом ее вина честно честно да не способна поддерживать повестку не способна обеспечивать нарастающую динамику то власть это воспринимает безусловно как свой успех и плюс еще вот что надо иметь ввиду давайте говорить без обиняков проблема политзаключенных в москве к сожалению никого за пределами москвы может быть питера не беспокоит для иркутска она в общем не актуально для новосиба она уже никто в архангельской области актуальна проблема экологической мусорного полигона то есть это повестки не может превратиться в общенационал то есть в нашем обществе на ваш взгляд это не тот мобилизующий компонент если бы москвичи сказали мы выступаем поддержку политзаключенных и против полицейского производства а вот что такое полицейский производ да более говоря без огоньаков ментовской на как народу его вот это в россии очень хорошо вот такая повестка посмотрите она чуть-чуть видоизменена я думаю что она могла бы встретить гораздо более широкий позитивный опыт в россии она была бы понятна он не смотрит но это наверно ваши московские дела да это ваши московские выборы этого что мы вообще не знаю а у нас другого локализация совершенно верно то есть задача то в том чтобы выйти за пределы городской повестки пусть москва это огромный город пусть он очень важен для того чтобы обеспечить некий позитивный долговременный эффект надо выходить за пределы городской повестки и надо работать с другими протестными сообществами между других регионах россии ну причем смотрите что происходит ведь протесты не затихает в россии что мы видели уже после москвы улан-удэо элиста значит на днях мы видели нижние тагиев мы видели вчера и сегодня красноярск то есть на самом деле протестное настроение не начинает захватывать россию там причину для протеста вот этих местах другие но это происходит везде и поэтому задача москвы как главного коммуникационного центра информационно это предложить повестку которую бы нас всех объединила всех кто живет в россии кто хочет позитивных перемену я согласен расширение повестки то есть до включение повестки защиты политзаключенных что кранево я считаю вообще святой долг неважно даже наших взглядов люди все на нет и не имеет такого значения дать гляда есть принцип один сегодня пришли за ним завтра за мной если будем молчать это известный классический принцип вот но эту повестку видя что она и 7 лет назад не сработало были хорошие митинги но не той массовости не надо значит расширять повестку надо видно инкорпорировать эту повестку более широкую социально-политическую понятно региона да да вот это это очень здравая мысль я тут тоже соглашусь хорошо валерий наш пожелаем конечно всем ребятам кто сидит сейчас мужество стойкость терпение по себе знаю тут главное терпение терпение труд все перетру до попали на будем стараться вас защищать и всех лидеров призываю тоже конечно по ответственник это подходить а совершенно если не уделять этому должен анимать тут же наш оппонент власть и их пропагандиста начинает этого свечки а вот видите людей вы бросили на просе на произволь а сами там поехали куда-то за границу тоже надо сейчас формируется как раз горизонтальная солидарность которую я скажу в двенадцатом тринадцатом годах не видел письма священников до письма врачи большинства до гораздо больше то есть люди начинают объединяться между собой по корпоративному признаку ну хорошо что хоть так это хоть какая-то замена профсоюзов да это хоть какая-то реализация активности небольшой сдвиг в лучшую сторону и здесь эти семь лет там развить интернета власти мы не кажется противопоставить нашу солидарность пока еще она не очень хорошо развита но тем не менее она уже есть чистая правда да это я согласен хорошо тогда еще хотелось конечно в развитии темы поинтересоваться выборы эти прошли региональный цикл единый день голосования впереди ну понятно до 24 года вообще колоссальный процесс да так пресловутый транзит чуть ближе если посмотреть на два года вперед следующий год это опять региональный цикл 17 губернаторов 11 законодательных собраний в регионах масса опять же всех местных выборов и 21 год понятно это не апогеи ближайшего времени выборов госдумы на ваш взгляд действующая власть проанализировав вот последние выборы какие шаги скорее всего понятно всего мы знать не можем но скорее всего наш взгляд предпримет чтобы как-то все-таки на этих вот двух циклах выборных сохранить свою гегемонию если там не тотальную то хотя бы иметь большинство где только можно ваш прогноз какие будут шаги сейчас же много слухов то там изменение пропорции выборов там одномандатной округа списке новые партии появятся спойлеры или значит избирательные блоки разрешат такие всякие идеи высказываются вот ваше видение что более реально и что из области фантастики давайте мы этот вопрос на две части разделим значит первое это то что власть хочет как она планирует и второе что на самом деле может получиться потому что желание власть в россии не тебя совпадает с реальностью счастью для нас кстати она на самом деле ничего менять особо не собирается она исходит из того насколько я знаю что в общем все прошло очень и дальше несмотря на некоторые проблемы в москве ну это наша вина мы не доработали имеется ввиду власть не доработала значит надо работать лучше лучше это как законодательства менять не надо никакие новые партии учреждать не надо переформатировать единую россию не надо надо больше административного давления больше электронного голосования это очень важно что изначально когда вводилось экспериментальном порядке электронное голосование те люди которые мне сказали это исключительно для фальсификации если вы слышите о том что в москве хотят во всех кругах вести электронное голосование на выборах двадцать первого вы знаете для чего это делается то есть делать все то же самое нос я бы сказал как писала себе язык языком милицейских протоколов с гораздо большим цинизмом пример цинизма вот в одной из областей центральной россии значит мне рассказали мои знакомые которых была возможность хотя бы частично контроль размеры фальсификации достигали 200 300 процентов я думаю что это возможно только где-нибудь национальных республик нет это русская не очень далеко от москвы 200 300 процентов вот это будет поставлен поверьте есть математические модели там нет в них уже заложено сколько должно быть фальсифицировано до полудня до часа дня чтобы вечером объявить победу с таким таким количеством они то есть но это никакое некачественное изменение то есть ваш прогноз что она планирует ничего она планирует ничего только женщина на испуляции того что лучше это враг хорошего если это работало если люди это проглотили значит мы будем и впереди но у меня устойчивое ощущение на критик на самом деле что двадцатом году мы столкнемся все-таки с общенациональными протестами они будут наверное носить спонтанный характер они будут прокатываться по россии но они изменят саму ситуацию и двадцать первому году мы будем находиться в качестве на новой политической ситуации в качестве но и к этой ситуации надо начинать готовиться сейчас я не уверен что в двадцать первом году выборы пройдут так как это хотела бы у вас я думаю что не могут пройти по совершенно другим правилам а может быть их вообще и не было что если переспи приобретет серьезный характер нет полагать что он будет носить лучше серьезный характер безвычайно серьезно поэтому все расчеты власти надо иметь ввиду надо понимать что она ничего не намерена меня меня вообще ничего никаких потачек навстречу обществу она а вот эти все бросы в информационный пространство это чисто вы расцениваете как просто имитационный процесс это не совсем имитация дает указание налить а вы подумать поработать они думают работают а потом г пуши ну а зачем а в конечном счете этого это же россия вы же прекрасно знаете слушай а чем мы будем это же хорошо сработало же зачем же мы будем менять и любое изменение это риск любое изменение риск поэтому лучше идти там проторенным путем использовать привычные методы это сработало это будет опереть работать то есть это то что называют там экстраполяция да это не учет того что ситуация меняется меняется настроение но что главное и в россии это всегда срабатывал все изменения начинается здесь внезапно то есть мы живем в одной стране с вами же и ходим-ходим наблюдаем я думаю уже помните это вот выбора 11 года 4 декабря они прошли никто не вдруг 5 декабря пошел упали тонешь никто никто не ожидал ни в оппозиции я вот яркая так за характеристик 4 декабря 2011 года меня превентивно арестовали там по каким-то соображениям понятно что не отсвечивал маном да ну и ни одного меня но не не очень много посадили в спецприемник на следующий день я подал быстро апелляцию 5 декабря днем еще до вечернего митинга меня привезли в суд тверской по моему не не суть и какая-то пришла группа поддержки в том числе кто-то из правозащитников 0 лев пономарев я уже не помню из московских и мы как раз говорили вот про вечерний митинг и у всех у них и даже не у меня у них был такой настрой ну хорошо там ты чёночка вы пришла то же самое было гречек 800 придет это будет нормально там уже все проценты салия как-то у всех такой был ну приучены были прошлыми годами канала салют классическая экстраполяция как было вчера так будет и послезава уже никто не верил тут бак вдруг я там сижу с вами спецприемники 6 числа ну пока там осудили ребят кого 5 похватали друг начинает пачкаем вид спецприемник заезжать люди там такой ажиотаж сразу там политическая дискуссия быстро началась у камеры забили пушу много марксизма восстания разные нюансы да именно внезапно ну тоже что было в 1917 году тоже совершенно много и это все у нас вот повторяется регулярно это про и начнется все внезапно но будут развиваться стремительно но даже в этой стремительности есть определенная логика я не раз говорил вот протест он не развивается по экспоненте то есть аренпа на роста еще развивается по синусоиде то есть мы видим подъем потом спад вот первый подъем мы с вами видели в конце лет но даже с середины июля мы видели со второй половины сейчас мы наблюдаем спад я думаю что еще вот в этом году зимой мы увидим еще один подъем как он связи с чем начнется никто никогда не знает есть такая вот аксиома политической социологии массовая динамика непредсказуем и мы с вами только что обсуждали ее непредсказуемо а в следующем году это пойдет поедет и когда мы подойдем уже к финальной точке финальной точке вот там уже будет экспонент там уже будет кризис стремительно нестись просто вверх то вот будет расти температура будут происходить разные события и тревожные и пугающие одновременно внушающие оптимизм и с моей точки зрения закончится все это установление в россии новой политической власти то есть политическая власть которой мы сейчас имеем дело она неожиданно для всех сейчас будет но это навсегда это там на годы на поколение 24 дни до 22 года она не даже то есть ваш прогноз что до 24 года или даже до 22 в таком формате ничего не дать меня и не получится не получится не получится не потому что они бы хотели изменить а потому что обстоятельства кажутся сильнее не получится не получится не получится Продолжение следует...